Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия в студии с обзором главных событий дня Татьяна Донцова и коротко об основных темах. Безаварийная зимовка. Выручать в случае коммунального ЧП теперь будут мобильные котельные. Спасение туристов. Пятеро жителей Кемеровской области, в том числе двое детей, не смогли покорить пороги горных рек. Шедевры мирового искусства в Хакасии. В Абакане готовится к открытию выставка работ из фондов музея имени Бахрушина. Разбойное нападение в Абакане. Накануне полицейские задержали мужчину, который принес в банк по улице Чертыгашева подозрительную коробку. Чтобы предотвратить возможное ЧП, сотрудники финансовой организации вызвали силовиков. Территорию вокруг здания отцепили, проезжую часть закрыли для движения. После обследования места происшествия саперы установили. В коробке из-под обуви находится муляж взрывного устройства, кирпич с проводами. Также рядом полицейские нашли письмо со следующим содержанием. В коробке бомба, без глупостей. Если через минуту я не выйду отсюда с деньгами, весь дом взлетит на воздух. Кроме того, стало известно, что перед тем, как появилась условная бомба, банк пытался ограбить неизвестный мужчина. Он, угрожая менеджеру предметом, похожим на пистолет, хотел забрать деньги. Все происходящее увидела кассир и успела нажать тревожную кнопку. Преступник сбежал, оставив муляж взрывного устройства. Мужчина уже задержан. Им оказался 36-летний клиент банка, который в прошлом году получал здесь кредит. В этом году он вновь планировал взять в суду, но ему отказали. Его задержали сразу, это вот благодаря именно оперативности, расторопности сотрудников банка, ну и профессионализму сотрудников полиции. Вообще в республике Хакасия такой случай, ну, наверное, за 10 лет это впервые, это однозначно. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Движение по дороге, пострадавшее от прорыва дамбы Жукова пруда, восстановлено. Дорогу Минусинск-Урагина-Артемовска открыли накануне. Напомним, в минувшую пятницу в 6 километрах от Минусинска размыло дорожное полотно. Причиной стало разрушение дамбы на местном пруду. Никто не пострадал. На устранении последствий работали две бригады. Сейчас промойну засыпали грунтом, гравием и щебнем. В настоящий момент данный участок находится под наблюдением. Как только уложенный грунт прекратит усадку, дорогу заасфальтируют. Хакасия готовится к возможным зимним ЧП. Устранять аварии на котельных теперь будут при помощи передвижного оборудования. Первая тренировка с реальной врезкой мобильной станции в сеть прошла в Баграде. Подробности у Алексея Баинова. По легенде учений, в котельной Баградской школы-интерната поврежден силовой кабель. Резервного электропитания нет. В результате без тепла остались сотни жителей села и административное здание. После обследования становится ясно, что быстро провести ремонт не удастся. В Минрегионразвитие принято решение направить в Баград передвижную котельную. Она прибыла на место аварии меньше, чем через полтора часа. За это время работники Баградского филиала «Хакрисводоканала» провели коммуникации по присоединению модульной котельной. Причем все работы не в режиме учений, а по-настоящему. Запустить котельную не в холостую, а подцепить абонентов. Абонентов, которые мы выбрали сейчас на данный момент, социально значимые, это школа-интернат, администрация и часть жилого фонда. Эта передвижная котельная выдает 1,2 мегаватта мощности. Здесь установлены итальянские котлы, работающие на дизельном топливе, немецкое сетевое оборудование и системы автоматики. Она вполне может сутками отапливать жилые дома и социальные объекты. В ней установлен еще дополнительный дизель-генератор, то есть она может работать без внешнего источника электроснабжения. Вместе с дизель-генератором, если нет возможности подключиться к внешним источникам, это порядка 120 литров топлива в час. Хакасия закупила две таких котельных. Вторая, более мощная, сейчас проходит испытание и в скором времени войдет в строй. Общая сумма покупки около 11 миллионов рублей. По мнению специалистов, сейчас важно пройти все этапы тренировок и разработать алгоритм действий. Мы будем четко понимать, что в случае какой-то честной ситуации именно на теплоисточнике, мы сможем оперативно в течение двух-трех часов подвести модульную котельную и переключиться на ее работу, пока будет восстанавливаться основное оборудование котельной. Опыт применения таких модульных котельных есть во многих регионах Сибири. В случае любой аварийной ситуации они продолжают отопление объектов до устранения причин поломки. А с помощью лишь двух таких передвижек можно заменить практически каждую из 150 котельных Хакасии. Спасатели вызвалили из водного плена пятерых туристов из Новокузнецка. Они сплавлялись по реке Оно в Таштыбском районе. Любители экстрима решили пройти от Кубайки до Абазы на резиновых лодках. Из интернета гости нашей республики узнали, что это сплав второй категории сложности и особой подготовки не требует. Поэтому двое взрослых мужчин и женщина взяли с собой детей с 6 и 12 лет. Туристы не знали о Джоргинских порогах, один из которых пятой категории сложности. Когда дошли до порогов, то решили остановиться и дождаться помощи. За подмогой отправился один из мужчин. Он пешком дошел до деревни Малый Анзас, вызвал спасателей, которые прибыли на место уже через несколько часов. Спасательную операцию осложнял быстрый подъем воды в реке Оно. Из-за ливневых дождей вода прибыла на полтора метра. Мы 18 километров дошли до них, подняли моральность сначала, дух, что они не одни. Потом осуществили переноску судов, личных вещей, спасать непосредственно людей. Перевели через основной этот порог. И когда основные препятствия закончились, посадили в лодку и под присмотром спасателей сплавили до города База. Следствие по делу баканского спортсмена Гиви Сацука продлено в связи с проведением компьютерных экспертиз. Напомним, уголовное дело возбуждено полицейскими Томского ОВД по факту осквернения памятника военным медикам. Основанием стало фото Гиви Сацука на фоне монумента, размещенное в интернете в середине февраля. Фотография вызвала волну возмущения в обществе и привлекла внимание правоохранительных органов Томска. Статьей, по которой возбуждено уголовное дело, определен срок давности 6 лет. По утверждениям Гиви Сацука, он фотографировался приблизительно в то же время. Поэтому сейчас главная задача экспертов установить, когда именно было сделано фото. Тысячи новых интеллектуальных электросчетчиков появятся в ближайшие годы в Хакассии. Оборудование современное и удобное. Однако энергетики столкнулись с непониманием абонентов. В Бельтирске Москиского района установки приборов даже посвятили сельский сход. Представителям компании Хакасэнерго пришлось ответить на многочисленные вопросы жителей. Удалось ли убедить людей в необходимости установки новой системы учета электричества, расскажет Виктор Лушников. Село Бельтирское вошло в этом году в программу перспективного развития систем автоматизированного учета электроэнергии, которую реализует в регионе Хакасэнерго. Примерно 40% счетчиков подрядчики успели установить, но дальше процесс застопорился. Граждане стали протестовать. Причин несколько. У меня запломбированный счетчик и у меня никогда нет долгов по уплате за электроэнергию. Зачем мне еще что-то? Изначально не было информации никакой. Скажем, вот это все ажиотаж подняло. Специалисты Хакасэнерго предоставили жителям максимум информации о новых счетчиках, ответили на все вопросы. Во время схода выяснилось, что большинство претензий надуманные. Просто-напросто новые приборы учета делают невозможным хищение электричества. Двоих людей знаю, что воруют. Так а по поселку-то это сколько таких улиц и сколько воруют этих людей? Воровство идет большое по селу Белькерскому. 53% разворовывается. Вот за 12 месяцев составляли баланс электроэнергии. У нас 5 миллионов килочасов мы потеряли за 12 месяцев. Большой объем хищений заметно снижает качество энергии. Ведь сети не рассчитаны на то, чтобы к ним не санкционировано подключали бойлеры, насосы, другие мощные приборы. Между тем низкое напряжение – одна из претензий. Установка вот этих вот приборов учета и автоматизированной системы сбора показаний очень существенно влияет на качество электроэнергии. Потому что это уже как бы по опыту в Бее, в Белом Яре, в Изыевских копях, в Сильдей Московском, в Усть-Абакане. Мы уже неоднократно в этом убеждались. И, пожалуй, последнее опасение жителей Бельтырского – то, что новые счетчики покажут гораздо больше киловатт-часов, чем привычные старые, опровергают владельцы домов, где умные приборы уже установлены. Но потом, когда сравнили показания счетчиков, мы остались довольны. Он показывает меньше, чем тот счетчик, который у нас остался. В этом году в Хакасии планируется установка почти 9 тысяч интеллектуальных счетчиков. Для жителей программа «Бесплатные расходы» берет на себя Хакас Энерго. Продлится она до 2018 года. К этому времени умные счетчики будут установлены практически во всем частном секторе республики. А между тем, с 1 июля электроэнергия подорожает. Рост составит примерно 15%. Но при этом тариф в нашей республике по-прежнему останется одним из самых низких по стране. Так, цена киловатт-часа для жителей домов, оборудованных электроплитами и для проживающих в сельской местности, составит 1 рубль 13 копеек. Для тех, у кого нет электроплит, рубль 61 копейку. В Беи в минувшие выходные отметили очередной день рождения района. Настроение не испортили ни прохлада, ни дождь. Апогеем программы стало вручение наград лучшим труженикам села. На праздники побывала наша съемочная группа. Праздник начался с конно-спортивных состязаний, так как в истории Бейского района немало достойных страниц, связанных с этим видом спорта. В программе заезды троек, рысаков и скачки беспородных лошадей. Мы в прошлом году возродили этот вид спорта, а сегодня участвуют в этом виде спорта практически все фермеры, то есть кони нашего района. Это популяризация конно-спортивная, это популяризация разведения скота и вообще это праздник для души. Все заезды были призовыми. Примей составили от полутора до пяти тысяч рублей, а победителю в категории троек вручили цветной телевизор. На самом празднике каждая из сел готовила свою презентацию. Собинский сельсовет построил стилизованную избу начала прошлого века. Здесь старинные фотографии, утварь, одежда и другие исторические экспонаты. А возле казачьего плетня нам показали чудеса владения шашкой. Многонациональный район мог похвастать узбекской, кавказской, еврейской кухней. И кроме традиционных блюд готовили довольно экзотические, а вернее уже почти забытые. Хакасский шашлык из бараньей печени, в рубашке из внутреннего жира. Никакого маринада, лук, соль, перец. Вот в таком виде. Видите, в таком виде получается. Потом мы ложим вот это самое в барбекюшницу вот сюда. Ну, один такой вот сюда. Вот так. Вот так в барбекюшницу. И как шашлыки жарим это самое в мангале. Исполняющий обязанности главы Хакассии Виктор Зимин поздравил бейцев с праздниками, днём района, окончанием посевной и святой троицы. Он отметил работников всех отраслей производства. Но отдельная благодарность аграриям. В прошлом году, несмотря на засуху, сельчане Бейского района добились самых высоких результатов в республике. Вот за это вам низкий поклон. Благодаря вам республика пережила эту тяжёлую засуху. Ни одного килограмма или центнера с другой территории не было завезено в республику. И ни один рубль с республики не вышел за её территорию. Виктор Зимин вручил лучшим труженикам награды. Главными из них стали золотые именные часы. И несмотря на непогоду, празднование продолжилось выступлениями районных самодеятельных коллективов. А минувшая суббота была днём, памятным для всей страны. Последние 17 лет 22 июня официально считается днём памяти и скорби. У вечного огня в Абакане собрались ветераны, труженики тыла, а также все те, кто не забыл, что значит эта дата для нашего народа. Репортаж Натальи Гармашовой. Горожане с зонтами потихоньку подтягиваются к мемориалу боевой славы. И взрослые, и дети в руках белые воздушные шары, как светлые моменты ночи в канун 22 июня 41-го, самой короткой в году. Ночь выпускных балов, ночи, которая укоротила жизни многим миллионам человек. В полдень 22 июня по радио прозвучало сообщение. В 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Тут же была объявлена мобилизация всех военнообязанных. Собрали 300 человек в школу в одну, на втором Удинске. И мы одели самое все и занимались раскопкой. Вот как сейчас, где авария, значит, дома там рушатся, а мы вот после этого бомбежки. По словам ветерана, вспоминать страшные годы блокады Ленинграда без слез невозможно. Но были и светлые моменты. В один из дней удалось спасти из-под разрушенной многоэтажки бабушку, только благодаря кошке. Она выбралась на поверхность по печной трубе. Бригада Мария Арсеньевна вовремя подоспела на помощь. Позже воинская часть направила Марию Галушко на фронт. Ремонтировали разрушенные дороги и мосты. Михаил Михайлов войну встретил в Красноярском крае. В 41-м ему было всего 13 лет. Мы еще дети были, понимаешь. Мы не знали, что такое война, понимаешь. Знали, что гражданская война и прочее. А когда узнали, что война это у нас, это было страшно. Традиционное возложение цветов к вечному огню. Ветераны не спешат покидать площадь. Еще на минуту задерживаются, чтобы постоять, подумать. Но жизнь продолжается. Звуки десятков колокольчиков развеяли тяжелые воспоминания. В знак мира и покоя. В небо летят белые шары. Ровно 72. Именно столько прошло с начала Великой Отечественной. Именно Великой Отечественной войне была посвящена рубрика, которая выходила в эфир в рамках передач нашей телекомпании. «Я помню, я горжусь». Этот патриотический лозунг стал названием серии материалов о наших дедах и прадедах, которые рисковали жизнью, защищая Родину. Работа по подготовке этой рубрики получила высокую оценку на 7-м международном фестивале телевизионных фильмов и программ «Вечный огонь», который проходил в Волгограде. В номинации «Лучшая телевизионная программа» рубрика «Я помню, я горжусь» отмечена дипломом третьей степени. Всего победители определяли по 10 номинациям. Конкурсному жюри пришлось отсмотреть десятки материалов из разных уголков страны. Шедевры Бахрушинского музея – это название выставки, которая на днях открывается в Абакане, говорит само за себя. Уникальные экспонаты столичного хранилища мировой истории ненадолго станут доступны жителям Хакасии. Одними из первых к большому искусству прикоснулись журналисты. Рассказывает Олеся Калиниченко. Подбирая экспонаты для Хакасии, сотрудники Государственного театрального музея имени Бахрушина руководствовались одним словом – шедевры. Из каждого фонда понемногу всего более ста экспонатов. Это живопись, книги, фотографии с автографами известных актеров, балерин, писателей прошлого. Афиши, сценические костюмы, которые отражают историю развития не только русского театра, но и искусства в целом. Есть произведения художников с мировыми именами – Врубель, Репин, Коровин. У некоторых работ автор неизвестен, но с точки зрения истории они бесценны. Среди них есть тоже жемчужины. И одна из них – это, несомненно, миниатюра неизвестного художника, в которой запечатлена Авдотья Истомина, балерина пушкинской эпохи, воспетая Александром Сергеевичем Пушкиным в его знаменитом романе в стихах Евгений Онегин. Чтобы разместить экспозицию московских гостей, сотрудникам Краевического музея пришлось кардинально изменить зал археологии. Практически все стены пришлось задрапировать и заказать специальные крепления, которые выдержат живописные полотна в человеческий рост. Экспозиционное решение таково, что они выглядят как шедевры. Окружение нисколько их не упрощает, а наоборот подчеркивает как оправа, подчеркивает бриллиант. Мы постарались создать эту оправу, я думаю, что у нас это получилось. Коллеги из соседней республики привезли выставку «Традиции, культура и быт тувинца». Всего более 300 экспонатов. Их разместили в зале, где широко представлена культура хакасского народа. Так что у посетителей будет уникальная возможность сравнить национальные мотивы двух республик, у которых много общего, но и достаточно индивидуального. Откроются обе экспозиции 26 июня в Национальном кровеческом музее имени Кызласова. До свидания.